тут новая система я еще не понимаю где чё нажимать микрофон и я его не вижу даже где он они заставили летом нажимать и нажимать и я не знаю что она по-другому все мне неудобно как это так я мешаюсь покажите какую кнопку нажать чтобы звук это не было 1 камера 2 микрофон 3 там плюсика 4 красная такая трубочка 4 кнопки должно быть тут все по-другому сейчас нету этого новое поставили они ладно потише давайте начало мучительного года всех аси христос давайте помолимся царю небесный утешителю души истины и господи благослови наше занятие по слову твоему не дай нам уклониться ни на право ни на лево от истинного понимания смысла сохрани нас любви согласия единомыслия по слову твоему хвала тебе честь и поклонение отец и святой дух аминь аминь во имя отца и сына и святого духа аминь евангелие от марка 1 глава с 1 по 2 стихи так но предисловие еще прочитаю это вот трехтомник блаженный фифилак 1 том страница 219 святой евангелие от марка написано было в риме спустя 10 лет по вознесении христово сей марк был ученик и последователь петров которого петр называет даже сыном своим ну разумеется духовным назывался он также и иоанном был племянник варнавы сопутствовал апостолу павлу но большую частью находился при петре с которым был и в риме посему верные в риме просили его не только проповедовать им без писания но и изложить для них дела и жизнь христа в писании он едва согласился на это однако написал между тем петру открыло было богом что марк написал евангелие рассмотрев сие евангелие петр петр засвидетельствовал что она истина потом послал марка епископом египет где он своей проповедью основал в александрии церковь и просветил всех живущих полуденной стране отличительные черты этого евангелия ясность и отсутствие всего неудобно неудобно разумительного при том настоящий евангелист почти сходим с матфеем кроме того что короче а матфей пространие и что у матфея вначале упоминается о рождестве господа по плоти а марк начал с пророка иоанна отсюда некоторые не без основания видят следующее знаменование в евангелистах бог сидящий на херувимах который в писании изображает четвероличными пророка езекииля 1 2 преподал нам четверообразно евангелие оживляемое одним духом и так у каждого из херувимов одно лицо называется подобным льву другое подобным человеку третье орлу а четвертое тельцу так и в деле евангельской проповеди евангелие от иоанна имеет лицо льва ибо лев есть образ царской власти так иоанн начал царственного и владычественного достоинства с божества слова сказал начале было слово и слово было у бога евангелие от матфея иметь лицо человека потому что она начинается с плотского рождения и в очеловечении слова евангелие от муакад сравнивается с орлом потому что она начинается с пророчества об иоанне а дар пророческой благодати когда острого видения и прозрения в отдаленную будущность можно уподобить орлу о котором говорят что он подарен самым острым зрением так что он один из всех животных не смежая очей взирает на солнце евангелие от луки подобно тельцу потому что начинается со священнического служения захарии возносившего фимиам за грехи народа тогда приносили в жертву и тельца итак евангелие от марка 1 глава 1 по 2 стихи начало евангелие иисуса христа сына божия как написано у пророков вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою толкование иоанна последнего из пророков евангелист представляет началом евангелия сына божия потому что конец ветхого есть начало нового завета что касается свидетельства о предтече то она взята из двух пророков из малахии 3 глава 1 стих и исаи 40 глава 3 стих глаз лопиющего в пустыне и прочее это слова бога отца к сыну он именует предтечу ангелом за его ангельскую почти бесплотную жизнь и за возвещение указания грядущего христа и он уготовлял путь господин приготовляя посредством крещения души иудеев принятию христа пред лицом твоим значит близок к тебе ангел твой этим означается родственная близость притечи ко христу так как и пред царями шествует преимущественно родственные особы глаз лопиющего в пустыне то есть в пустыне иорданской а еще более синагоги иудейской которая была пуста в отношении к добру путь означает новый завет а стези верхи как неоднократно нарушаемые иудеями к пути то есть к новому завету они должны были приготовиться а стези ветхого исправить и вот игнат тихон челанкин дает комментарий на словах эфелакта новый завет и стези ветхий завет новые и ветхий вот такой вот комментарий послушаем интересно было бы посмотреть на священников которые решились бы проповедовать прямо по слову божию вообразим что такое все таки где-то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз батюшка решился бы изъяснять священное писание как блаженный феофилакт и дошел бы до этого места где говорится о библии ветхом и новом завете не просто говорит об этих путях и стезях если по ним сам никогда не ходил стоит только начать проповедовать прямо по толкованию феофилакта на это место и другие его собратья позовут назову прозовут его баптистом и сектантом приходилось не раз встречаться с такой ситуацией когда за проповедь одного священника остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его или запретить когда феофан затворник со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода симеона нового богослова то перо выпало из его рук с великой скорби пишет он об этом что отжил сей труд и не решился довести его до русской паства во избежание соблазна какого соблазна того что прочитав этого подвижника простые люди если поверят ему то тотчас же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение так пусть уж остается все так как и есть и остаются эти стежки дорожки нехоженными а пастыри оказались не руководителями и поводырями для слепых а сами ослепли не читая библии путь в царство небесное один святая библия и так понимали все святые отцы а сегодня на тысячу православных проходивших всю жизнь храмы при всем желании и розыске не обрячешь ни единого кто знал бы толкование святых отцов церкви на новый завет книги толкования сегодня издаются и продаются свободно но авторитет их для православных как и авторитет библии на нуле все подменили новыми канонизациями явлениями державных икон крестными ходами мироточениями и многим другим о чем в библии нет ни единого слова и значит пастыри ведут свою паству не по путям и стыдям проложенным господом а непроходимыми дебрями где нога господа не ступала ни разу псалом сто восемнадцатый сто тринадцатый стих вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю еремия 6 16 так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних где путь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим но они сказали не пойдем вопросы я хотел бы узнать и и евгения трамков здесь нет нет нету с нами он мне скинул материал который я хотел бы просчитать это бы в комментарии точно так же как как доход слушайте внимательно из москвы кто-нибудь есть попутно в москве в даниловом монастыре служил игумен сейчас данный момент он сегодня не знаю игумен петр мещеринов но его спрашивают вот сейчас автокефалию там с украиной там вот что он пишет но мне это скинул евгений тропко и окончания нету поэтому если он скинет тогда мы с половиной дальше продолжим он говорит как будто бы мы сегодня с ним вместе вышли из дома и вместе стали говорить народу то что он говорит считаю а по поводу автокефалии кавычки открыты я вот что скажу уже замучили выскажись да выскажись на мой взгляд это исключительно мое личное мнение проблема автокефалии всего прочего в этом роде является интересной по-своему важной но все же не существенной подлинная сущностная проблема заключается в том что современная православная церковная педагогика не приводит человека по настоящему ко христу вот и семинарии академии постоянно об этом говорю они изучают только одно как заглушить истину как уметь за умно за умно оправдать любое безумие беззаконие это я вставляю слова дальше пишет он петр мещеринов это и мой личный опыт и вывод из многочисленных исповедей и пастырских бесед он игумен исповедует людей я могу со всей ответственностью сказать что вот уже как 30 лет а я скажу а я уже пятьдесят шесть лет я всего себя всецело верил православной церкви это мои слова вере что под ее руководством я обрету полноту бога общения во христе по мере сил и даже изо всех сил я старался исполнять все что она предписывает церковь православная обещая это бога общения погружался богослужения церковный уклад и монашеские правила постился следовал руководству духовника считал и не только считал но и по возможности притворял свою жизнь сочинение православных святых отцов и на этом пути я получал только отрицательный опыт расстройство здоровья и внутреннее разорение это расстройство это разорение и бесплодная потеря сил в скобках я с горе еще осознаю это сегодня со всей ясностью необратимы и не исцелимы господь по милости своей не оставил не оставляет меня но пути которыми он ведет меня к себе давно переросли рамки той недостаточной и во многом неверной педагогики которую предлагает ищущим бога христианам современная православная церковная действительность и вот это для людей настоящая трагедия и проблема а как сказал один очень неравнодушный к церкви человек скобках рисковатое высказывали но все же приведу его кавычки какая институциональная церковность не приводит человека ко христу автокефальной или не автокефальная не приводит ко христу да какая разница по скриптум во избежание недоразумения если говорить об интересующей всех теме в нынешней ситуации я совершенно не согласен с константинополем вся эта водивиль возня с бумажками четырехсотни лет лет летней давности как будто юридической практике коль скоро мы говорим о юриспруденции пусть и не церковно это не существует понятия срок давности и исторически сложившиеся явления только подтверждает тезис что исторически сложившиеся православие и подлинная жизнь во христе не совпадающие множество вот об этом говорил очень часто митрополит блюм антоний штурожский это у меня переполнены все мои книги этим я старался в точности все исполнять все что предписывается выявил все нарушения канонов чтобы ни одно правило не было нарушено и вот эти мне слова когда говорят он он не знает где то я знаю я петру как бы мещеринову говорю у меня связи с ним нету я говорю я исполняю потому что я православный я полностью с ним согласен я не согласен с тем что тут посты не спасешься но они есть четыре поста и в лагере за 45 лет мы не нарушили ни разу даже растительным маслом почему я православный но я должен сказать без благовестия ничего нету мертвый человек без рождения свыше нет ничего он петр почему не говорит об этом верующим сына божия не может грешить не может 517 18 первом посланном говорит верующий в сына божия не делает греха не делает а что он совсем если согрешить может но это не его природа он новый где-то подумал где-то посмотрел где-то от бога этого смотрит не то что там когда в новом зайти посмотрел с вожделением да я без вожделения посмотрел это уже виноват перед богом поэтому православие если ты полюбил его смирись с тем что есть иначе эти рассуждения тебя вышибут сразу и мозги твои вышибут я православный все исполняю знаю что этим я не приближаюсь к богу но послушание бог учтет вот все слава иисусу христу вопрос и идем дальше евангелие от марка 1 глава с 3 по 4 стихи глас вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези ему явился иоанн крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов толкование иоанново крещение не имела отпущения грехов а вводила для людей одно покаяние но как же марк говорит здесь для отпущения грехов на это отвечаем что иоанн проповедовал крещение покаяния а это проповедь к чему вела к отпущению грехов то есть к крещению христу которая заключала уже в себя и отпущение грехов когда мы говорим например что такой-то пришел пред царем повелевая приготовить пищу для царя то разумеем что исполняющие это повеление бывают а благодетельствованы царем так и здесь пред теча проповедовал крещение покаяние для того чтобы люди покаявшись и принявший христа получили оставление грехов еще один комментарий гнатия лапкина сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения но проходит она без всякой подготовки феофилак же четко показывает что проповедь ведет и к отпущению грехов и к крещению христову к слову сказать на предыдущий стих мы читали комментарий гнатия лапкина и там говорится что сегодня в библии выпускаются свободно но авторитета то их нету православных и вот я смотрю недавно телеканал спас общий известный телеканал и рекламируют семейную библию поэтому тел телеканалу и там как раз показывают что картинки гюставо даре впервые раскрашены вот уже вы то раньше раскрасили почему они вот только начали рекламировать то ее вот такая вот нестыковочка у них и как то все так они говорят что эта книга она как то все таким мирским языком в общем чтобы покупали ее она полезна для чтения что не не говорится даже что это слово божие вот какая то вот такая вот художественная книга что она несет пользу всем верованиям независимо от какой вы веры читаете покупайте все кому денег не жалко и цена что-то около трех тысяч по моему что ли если я не ошибаюсь у нас трех томник такой за столкованием 3 тысячи а там одна библия с картинками 3 тысячи вот ради денег конечно все это да хоть бы и ради денег лишь бы слово то божие проповедано было пусть и так вот и хорошо что они рекламируют и хорошо что люди покупают дай того но вот мы тоже прошло воскресенье евангелие раздаем и у нас есть у нас есть часто такие вопросы встречаешь но если стоит на полке то видно что человек то мирской его видно и он ничем не отличается так что проповеди да вот и сколько раз игнать тихоич комментарии делать что проповедь должна быть в храме также я креститель пришел проповедовал покаяние попробовали нет ничего и нету даже или и библия и слово божие евангелие она стоит на полке а у нас есть она как амулет стоит и и стоит и даже бывает человек и прочитает а прочитает не коснулась а не коснулась почему а потому что нету примеру для подражания проповедующего такого как иоанн креститель который был вот вел такую аскетическую жизнь и поэтому и верили почему игнати тихонич многие верят а он потому что не живет так как говорит и все его тут как говорится не не уязвим не вылечишь его в ложе как говорит так и живет аскетически папам то в основном твои упроки из-за того что у них там и монта машины дорогие то часы дорогие то коттеджи дорогие тоже это людей настораживает отталкивает вопросов играть их пора у тебя свет сильно светит на лицо на лицо просто белое такое а по 2 я хотел сказать я них никогда на это не смотрю как они да я лично когда с ними то я говорю вы маленько поскромнее живите то как можете призывать но если бы они имели духовное рождение ревность по боге чтобы люди верили вот этот фильм преобразующие время так как он написал его все одобрили один не одобрил говорит ты же за нравственность без христа а зачем это нужно это не выгодно быть не нравственно это не и отец говорит я учил детей быть нравственным без бога их там бьют школе издеваются над ними надо учиться так чтобы мог сдачу дать да так за чтобы у него горит и не заржавела вот здесь если мы начинаем говорить весь упор в том была ли встреча со христом если этого не было ничего не было я спрашиваю когда ты родился свыше когда вот обо мне встречались тут двое вы может если кто не видел зарядите ролик называется игнатия лапкина надо обличать так он называется эти ну там ds я хочу называть у нас в деревне было то александр муха и они с ним так он отступник еретик рассуждает лучше попа поп с ним он показывает и говорит ну ладно не православная отец таким православный а тут я за ним слежу да он православный каждый год ездит по монастырям по мощам они разные он горит это два пальца на одной руке показывает он не понимает вот на батюшку показывает это историческое то что пришло вы это одобряете а почему а вы спросите у батюшки у отца акима была ли такая встреча со христом как у игнатия и показывает сразу ролик там в латвии я когда был на благовестии на миссионерской поездке то и там я молился со слезами у батюшки не было я ему сказала он говорит так у игнати это вера то пришла через сердце а у меня то через заднее место а как из школы пришел а учительница сказала бога нет коммунисты правы а вот это в первом и втором классе был пришел за стол садится мать горячешь не помолился то он еще молиться то бога нет я буду коммунистом ну и мать и отсюда сказала отец его однорукий был он его голову зажал горит между колен то но и бичом начало его просвещать этим ремнем то и он говорит бог есть коммунистом не буду и сел за стол у меня вера то пришла через какое место ну ладно еще юмор есть а другие этого ничего не понимают поэтому им все это чуждо как пётр мещеринов говорит я старался в точности все исполнять и это у меня есть такой один рассказ муравлёва это прошлого до прошлого столетия 1910 года я изучал изучал старательно я искал в библии все места которые против вас против попов я не хотел этого не сами были я видел вы совершенно тянули людей ведете бог позволил мне перешагнуть эту черту чтобы они не говорили я буду отвечать за себя за свои слова не за то что обо мне скажут а они поносят награду бог обещал все и меня они никак не могут пошевелить 15 лет исследуют книги сейчас киеве пещерской лавре уже третий год и ни одного слова не могут написать а посмотри когда они напида нападают на владимира головина не живем жирая человека бог меня защищает по множеству людей которые молятся а что же мне не брать то 38 книг 12600 роликов но тут голыми руками меня можно брать а вот нет вот все евангелие от марка 1 глава 5 6 стихи и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне и и крестились от него все в реке иордане исповедуя грехи свои и анжи носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ела криды и дикий мед толкование мы уже говорили об этом в евангелии атмосфея теперь же скажем только о том что нам опущено именно что и иоанновая одежда была знаменем сетования и пророк показывал таким образом что кающемуся должно плакать так как вредище обыкновенно служит знаком плача и кожаный же пояс означало означал помертвелость иудейского народа рано и пища иоаннова указывая здесь конечно на воздержание была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев которые не ели чистых птиц небесных то есть не помышляли ни о чем высоком а питались только словом возвышенным и направленным горе но опять упадающим долу ибо саранча акриды есть такое насекомое которое прыгает вверх а потом опять падает на землю равным образом народ ел и мед производимый пчелами то есть пророками но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением хотя евреи думали что они разумеют и постигают писание они имели писание как бы некоторый мед но не трудились над ними и не исследовали их комментарии игнатия лапкина на слово феофилакта писание созумеют писание еще и еще один комментарий о писании эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных какими они были во все века запад не породил и сотой долей ересей как православный восток и вся причина только в одном что не вкушали мед писание и не трудились над исследованием библии не искали ответа прямо от господа в слове божием как древнем израиле слово божие было утеряно и только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящике по слоям мусора так и у нас слово божие скрыто по человеческими вымыслами а народ оставлен блуждать и не подготовленным подходить к лже крещению или совсем уходить в ереси вторая книга параллель по минон 34 глава 14 стих когда вынимали они серебро принесенное в дом господин тогда хелки освященник нашел книгу закона господня данную рукой моисея вопросы евангелие от марка 1 глава восьмой стихи и проповедовал говоря идет за мою сильнейший меня у которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви его я крестил вас водою а он будет крестить вас духом святым толкование я говорит не достоин быть даже самым последним ровом его который бы разрешил ремень то есть узел на ремне обуви его понимая впрочем и так все приходившие и крестившиеся от иоанна разрешались посредством покаяния от уз грехов своих когда убировали во христа таким образом иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные а у иисуса не мог разрешить такого ремня потому что у него и не нашел всего ремня то есть греха вопросы от марка 1 глава 9 по 11 и было все дни пришел иисус из назарета галилейского и крестился от иоанна в ордане и когда выходил из воды тотчас увидела она разверзающиеся небеса и духа как голубя сходящего на него и глаз был с небес ты сын мой возлюбленный на котором мое благоволение толкование не за отпущением грехов иисус приходит к крещению ибо греха он не сотворил равно и не для получения духа святого ибо как могло иоанна во крещение даровать духа когда она не очищала грехов как я сказал но и не для покаяния идет он креститься по элику он был больше самого крестителя матфея 11 11 без сомнения для того приходит чтобы иоанн объявил о нем народу так как многие стекались туда то благоволил прийти чтобы засвидетельствовать пред многими кто он а вместе и для того чтобы исполнить всякую правду то есть все заповеди закона так как послушание крестящему пророку как посланному от бога было также заповедью то христос исполняет и сию заповедь дух сходит не потому чтобы христос имел нужду в этом ибо по существу он в нем пребывает но чтобы ты знал но чтобы ты знал что и на тебя при крещении сходит дух святый при сошествии святого духа тотчас изречено и свидетельство так как отец говорил свыше сей есть сын мой то чтобы слышавшие не подумали что он говорит об иоанне сходит на иисуса дух показывая что это сказано о нем небеса же отверзаются и нам когда мы крещаемся вопросы евангелие от марка двенадцатый и тринадцатый стихи глава первая немедленно после того дух ведет его в пустыню и был он там в пустыне сорок дней искушаемые сатаною и был со зверями и ангелы служили ему толкование научая нас не унывать когда после крещения впадаем в искушение господь уходит в гору на искушение или лучше не уходит а отводится духом святым показывая через то что и мы не должны сами ввергаться в искушение но принимать их когда они постигают нас а в гору уходит для того чтобы по причине пустынности место дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему ибо он обыкновенно нападает тогда когда видит что мы мы одни место искушение было до того дико что там во множестве водились звери ангелы стали служить ему уже после того как он победил искусителя вопросы вопрос для чего нужны искушения тут понятно что это здесь написано что дух святой отвел христа ну и нам христианам тоже выпадает искушение для чего кто желает ответить пожалуйста владимир пащенко владимир пащенко для чего искушение господь нам дает не слышно у тебя выгнай тихонич пусть ответит вас зовут потом через месяц и вопрос заняты да нету микрофона выключенного он занят а он занят а ты не знаешь ну как для чего для испытания нашей веры для чего для чего не искушение нужно испытание нашей веры а что ее испытывать то мы же молимся очень наш не веди на свое искушение мы же этого не хотим как бы бог против нашей воли получается что испытание нашей веры то есть если мы проходим это испытание побеждаем грех вера наша укрепляется а если не проходим испытание что тогда может отчаяние наступить а я вот такой грешный супер грешный не могу никак справиться с этим грехом как тогда в таких случаях быть нет по этому поводу мыслей михаил кальмарь не слышно тебя ну ладно оставим на потом тогда так то Володя правильно для испытания веры для испытания веры евангелие от марка первая глава 12-13 так стихи это мы прочитали и идем дальше 14-15 после же того как предан был Иоанн пришел Иисус в Галилею проповедуя Евангелие Царствие Божие и говоря что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие покайтесь и веруйте в Евангелие толкование услышав что Иоанн предан в темницу Иисус удаляется в Галилею дабы и нам показать что не должно самим вдаваться в искушение а избегать их когда же впадем терпеть Христос проповедует по-видимому одно и то же с Иоанном как то покайтесь и приблизилось Царствие Божие но на самом деле не одно и то же Иоанн говорит покайтесь с тем чтобы отклонить от грехов а Христос говорит покайтесь с тем чтобы отстали от буквы закона почему и присовокупил веруйте в Евангелие ибо тот кто хочет веровать по Евангелию уже упразднил закон Господь сказывает что исполнилось время закона доселе говорит закон был в действии а отныне настает царствие Божие жизнь по Евангелию эта жизнь справедливо представляется царством небесным ибо когда видишь что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный как не скажешь что он имеет уже царство небесное где нет ни пищи ни питья хотя оно кажется еще и далеко и комментарии Игнатия Лапкина на слова блаженного филакта это веровать по Евангелию и так еще один комментарий эта фраза веровать по Евангелию есть знамя единственный девиз детей Божьих во все века церкви Кирилл Иерусалимский даже свои архиерейские слова просил свою пасту проверять слово Божие цитата если слова мои не сходятся с Библией то не верьте и мне эти слова может сказать только тот кто знает Библию очень и очень хорошо как отче наш и пасту свою всегда учит по Библии и овцы на этой злачной парке могут отличать голос пастыря от голоса наемника за последние полторы тысячи лет кто из святых православий произнес эти слова еще хотя бы раз Иоанн Златоуст постоянно подчеркивал необходимость изучения Библии чтобы быть христианином ну что мы собственно говоря уже какой год и делаем изучаем Библию изучаем Евангелие чтобы жить по нему ну а вот вопрос такой что вот здесь сказано ибо тот кто хочет веровать по Евангелию уже упразднил закон и жизнь по Евангелию здесь Филак нам объясняет оно уже справедливо представляется царством небесным ибо когда видишь что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный как не скажешь что он имеет уже царство небесное ну и вопрос такой а в чем различие между жизнью по закону и жизнью по Евангелию жить и живет по закону я имею ввиду ну закон 10 заповедей Моисея он их соблюдает тоже можно сказать что он живет как бесплотный то есть не грешит заповеди эти соблюдает готов благодарю в чем упразднение этого закона чем жизнь по Евангелию отличается от жизни по заповедям в двух словах Игнать Тихонович принципиальная разница и там человек не согрешает против заповедей а у вас что-то тут часть он видно так еще меня ждут что ли да повтори вопрос повторяю вопрос вот Феофилак нам толкует что человек который хочет веровать по Евангелию уже упразднил закон ну да закон Моисеев жертвенный закон он верит по Евангелию что Агнец Божий это Христос то есть все что было в образах ушло в прошлое закон вел ко Христу в детоводителем детоводителем конец закона Христос Павел говорит и поэтому упразднил то есть устранил заповеди эти возвышены они никуда не делись они возвышены но тот закон который был дан Моисеев во всех там пропорциях когда чего как приносить прикасайся не прикасайся это все устранено Евангелием мы по Евангелию если бы жили у нас и вопросы не возникали мы понимали что закон никто не мог выполнить его нельзя он указывал на грех а силы не давал он не мог облезть человека силой потому что человек находился во вражде с Богом доколе жертва Христа то есть вознесшийся Христос не явлен был перед Отцом Небесным это все антропоморфизм чтобы как то нам дать понятие ближе вот и все все понятно да Евангелие от Марка 1 глава 16 по 20 стихи проходя же близ моря Галилейского увидел Симона и Андрея брата его закидывающих сети в море ибо они были рыболовы и сказал им Иисус идите за мною и я сделаю что вы будете ловцами человеком и они тотчас оставив свои сети последовали за ним и пройдя оттуда немного он увидел Иакова Зеведеева Иоанна брата его также в лодке починивающих сети и тотчас призвал их и они оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками последовали за ним толкование Петр и Андрей сначала были учениками престечи а когда увидели свидетельствованного Иоанном и Иисуса то присоединились к нему потом когда Иоанн был предан они со скорбой перешли опять к своему прежнему занятию и так Христос призывает их теперь во второй раз ибо настоящее Хотел спросить Владимир Владимирович роликов он выпустил роман Иоанн Иоанн Итак, Христос призывает их теперь во второй раз ибо настоящее призывание есть уже второе заметь, что они питались от своих праведных трудов а не от неправедных занятий такие люди стоили того чтобы быть первыми учениками Христа тотчас бросив бывшее у них в руках они пошли вслед за ним ибо не должно медлить а должно тотчас же последовать после сих уловляет Иоанн и эти хотя сами были бедны однако пропитывали престарелого отца своего но они оставили отца не потому что оставлять родителей доброе дело но потому что он хотел воспрепятствовать им последовать Господу так и ты когда родители будут препятствовать тебе оставь их и последуй благому видно Зеведей не веровал но мать сих апостолов веровала и когда умер Зеведей так же последовал за Господа приметь и сие что прежде призывается деяние а потом созерцание ибо Петр есть образ деяния потому что был пламенного характера и всегда предупреждал других что свойственно деянию а Иоанн напротив представляет себе созерцание ибо был богослов по превосходству Вопросы Продолжаем Ивангелие от Марка 1 глава 21 22 стихи И приходят в Капернаум и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил и удивились его учению ибо он учил их как власть имеющий а не как книжники а откуда пришли в Капернаум толкование а откуда пришли в Капернаум из Назарета и притом в день субботний когда обыкновенно собирались для чтения закона тогда пришел учить и Христос ибо и закон для того повелевал праздновать субботу чтобы люди занимались чтением собираясь для сего вместе учил же Господь обличительно а не льстиво как фарисеи убеждал делать добро а непокорным угрожал мучением Вопросы Евангелие Евангелие от Марка 1 глава 23 и 28 стихи в синагоге их был человек одержимый духом нечистым и искричал оставь что тебе до нас Иисус назаренин и пришел погубить нас знаю тебя кто ты святый божий но Иисус запретил ему говоря замолчи и выйди из него тогда дух нечистый сотрясший его из плеча громким голосом вышел из него и все ужаснулись так что друг друга спрашивали что это что это за новое учение что он и духом нечистым повелевает со властью и они повинуются ему и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее толкование злые духи называются нечистыми потому что любят всякие глусные дела выйти из человека бес почитает погибелью для себя злобные бесы и вообще вменяют злострадание о себе когда не позволяется им делать людям зло притом будучи плотолюбивы и привыкшие услаждаться веществом они как бы терпят большой голод когда не живут в телах посему Господь и говорит что бесовский род изгоняется постом Христос заставляет его молчать знали что бесом должно заграждать уста хотя бы они говорили и правду бес мечет и сильно трясет одержимого им чтоб очевидцы видя от какого бедствия избавляется человек ради чуда уверовали вопросы час прошел полчаса у нас на вопросы Игнатия Тихоновича отводятся пожалуйста у кого накопились задавайте вам слово Игнатий Тихонович как там комиссия прошла в Потеряевке в школе была ли она ну это комиссия СС санэпидемстанция я почти с самого начала зашел это в интернете будет выставлено я все записал он который их двое было а зачем записываете я говорю это наша история и он больше ничего не стал говорить в классе ну и сами прослушайте я не буду повторять но главное в конце я не расслышал что они там говорят и говорят что они говорили это сейчас вот зашли в другой класс а да положено чтобы ширина класса до учителя было не меньше 3 метра а там меньше а стенка то на два с половиной поэтому стену эту которую разделяет от класса сломать надо стену сломать я такого не слыхал это это не просто дурь какая-то это что-то запредельное не поддается определению и дальше написано по нормам вода должна быть проточена она говорит у нас вот бачок а Лена то живет там ну 50 метров от школы то нет это только под под школой должна быть пробурена скважина артезианская вода ну такая же вода ну так и пробурите мы то при чем здесь школу сами построили все сами столы все наше смешно даже ну ничего нету сучки там около мешали там все же спилили свету много там побелено я все заснял и вы увидите то есть причин нет никаких а закрыть я любое предприятие закрою найду пылинку на твоем сапоге и все это мне никто то говорил а человек который приезжал с этой станции зам губернатора края он это не сделает но говорит вот а можно сделать придрался и все тут открывать когда храм построили кажется в Славгороде это прошлые годы было а открывать не разрешают все комиссия все не санэпидемстанция или кто не принимает а почему ну вы же говорили сделать капель а мы сделали капель должен быть ровный а у вас немножко в одном месте там выпуклое а на нем на этом выпуклом то пылинки будут срубить и все это они срубили сделали другое они новую причину находят ну тогда настоятель видимо благочинный был епископа там в Алтае не было был только на Новосибирске он на Алтайск на Красноярский край на Томскую область и на Туву это один это один был Гедеон а тут был Войтович он говорит ну я что мы даже сделать чтобы открыть а они ему тогда и говорят у полномочий по религиозным культам тогда был еще здесь Седишев и Лисенков а вы Лапкина отлучите от церкви то и мы сразу вам храм откроем я когда пришел для него это шок был он говорит а как вы узнали так сказать мы же двое только в кабинете были я говорю а борода для чего то есть они не знали не знали а вот узнали он тогда сразу и говорит ну я же не согласился я говорю я тоже знаю что вы не согласились я говорю написано такое Ерихон будете восстанавливать на первенце своем и далее это это вы в жертву приносите заранее и поэтому враги ну причина то какая я в последнее время много пришлось на эту тему беседовать страх человеческий вот чтобы не сделали как бы от причастия не отлучили чтобы вот это ничего не нужно все в отходы человека в хлам превратили он никуда не нужен этот человек никому ну да потихоньку надо зачем это искушать вот зачем соблазн вводить то есть разные слова и слова евангельского происхождения к делу не относятся почему ты не считаешь когда апостолов били и они сказали им не настрого запретили они говорят ты кого больше надлежало слушать почему так то не отвечаете своим митрополитам то вы прямо скажите ты боишься человека а бога не боишься трусливые в рай не войдут это предательство ты должен быть мужественным будь мужественным и не бойся пророк Иоиль говорит 3.10 туда господи веди твоих героев героев да еще все герои а других нету по высшей шкале бери многие бегут но один получает награду я не то что в воздух молотить руками Павел говорит иду никак на неверное на верное мне меньше не надо меньше чем на царство божие я не согласен я говорю вот православие оно не сходится в евангелии в самых коренных вопросах таинство искаженное искаженное все до одного венчают а венец на голове не бывает он не венчанный бракососочетания есть а венчания нету сзади держат зачем а чтобы не запачкать ну что на это сказать так ты храм закрой чтобы не запачкали пол безумие исповедует тайна исповедь а двадцать человек стоят слушают ну сделайте другую комнату то гаража им всему место нашли ты взял совести людей ты думай как ты будешь перед богом отвечать ты воспитай так чтобы это были герои веры я вот считал ИГИЛ запрещенная там мусульманская группировка в России они взяли там пленили кого могли там поубивали мусульманские семьи ребенок кажется 4 года или 5 лет но не больше 5 лет и они у них били и было сражение их там детей отбили он вернулся домой а был то нам месяца 4 ребенок он никого не слушает он кричит Аллах Акбар он палку берет и строчит ходит все время ползет его уже научили делать 4 месяца евреи говорят вы дайте нам детей до 4 месяцев а потом делайте что угодно Лев Толстой если я не ошибаюсь 82 года был он говорит половина что есть во мне половина я получил до 4 летнего возраста вот где грань 4 года 4 а сегодня так как не надо ребенка пускай поспит потом еще наработается златоуз государство не сейчас только когда среди ночи подними его пусть выслушит одну другую молитву изнеженное племя никуда не годное совершенно я говорю то что все знают но соедини это вместе мы христиане христиане почему те исполняют пятницу эти субботы а мы воскресенье даже на этот вопрос не могут ответить ничего не знают совершенно я говорю вот ты священник ты людей учишь где ты ведешь занятия какие занятия по слову божию какие почему вами не охвачены столь многочисленные и показывают на слой населения вот там 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 почему нет а ему еще говорить да они и так не верующие там все воруют да блудят в первую очередь не все во вторых ты не знаешь где камень лопнет они будут бурным ветром против тебя а я тебе сделаю скалою пророк Иеремия получил ответ никогда не сдавайся мне нравится выражение Бонапарта Наполеона он говорит главное ввязаться в драку главное в драку ввязаться а там видно будет я говорю ты поп ты взялся вести людей почему ты портишь их у тебя дети не рождаются ты душишь их душишь ты убийца ни одного не крестил правильно какие кумовья все неверующие зачем ты людей это обманываешь ты одного по-настоящему крести крестился весь дом Дмитрий Смирнов очень известный священник и говорит я 20 лет крестил 20 лет обернулся ничего нету как сегодня говорят если девчонка на вторую букву уже алфавита называй ее а ребята значит куда пошли какой срок жизни дал им Бог в этой жизни в армии то брат из блудившееся семя почему ими никто не занимался да я им говорил вот я на это могу ответить это неправда ты должен говорить будут они слушать или не будут а ты начни по-малому покажи ему что он должен знать и не знает вот я веду занятие 750 офицеров 750 там ты полковники на рукаве у него трехколорный это флаг наш я спрашиваю кто знает что означает красная черта синяя и белая и в таком порядке выше повторяю не один в одном техническом только университете я вел занятие 18 лет 21 тысяча студентов не один ты маленько объясни ему что его окружает в этой жизни скажи ты бреешься зачем объясни и свяжи это со Христом с Евангелием да возьми хорошую икону покажи зачем он гастук носит вместо креста зачем ты ему разъясни начни а не просто так в начале было слово слово было бы у Бога с этим погоди он Данила Асысова считаем он приходит прогулка или как-то путешествие по храму ты наоборот храм его не допускай благодаря храму и прочему он больше ходить не будет ты ему все сначала разъясни покажи отступления свои покажи где ты находишься а далее расскажи церковь Христова православная это истина высшей инстанции какую Бог дал истина да служители не истинные я не говорю о всех я знаю истинных служителей и призови их вот я буду правильно крестить меня архиерей запретит это мне говорят во всех епархиях а мы проехали всю страну от Владивостока до Лиссабона 600 городов и районных центров ты ему разъясни как это все уйдет вот ты говоришь я буду крестить архиерей отлучит вот это нам и надо пусть тебя он запретит служение за то что правильно крестил а как жена вот у тебя вторая уже беда как жена пусть ее отработает у нашей матери десять детей десять десятого родила декретный отпуск от силы может быть три дня а пред декретный ни одного часа нету и восемьдесят там шесть лет сколько живет это не просто так ты ему разъясни этому человеку живем один раз будет вечность где будут праведники грешники мучая не будет и радость но пострадать за христа дано только в этой жизни только в этой пусть запретят одного второго тысячу не запретят переломите обстановку всемирный совет церквей председателем их не кто-то или я второй грузинский был до времени но начали об этом говорить монахи восстали патриарх сразу же подал заявку и они вышли и грузия не участвует в этом у них там гей парады показывают мой там крестник еврей в моем доме пришел еврей наум израилевич и он мне сразу написал гей парад будет какие плакаты сделать какие слова местописания дать больше никто не спросил меня ни разу а так только кряхтят где-то за спиной и там каждый берет кто палку кто булыжник кто со стулом бежит монах тот несет с собой веревки тоже монах то так их не знали где спрятать этих садомитов проклятых и все больше ни одного нету Саакашвили кверх ногами поставили надо работать да ничего не поделаешь я на это отвечаю ничего и не делали я не верю в это начинаешь делать кажется невыносимое дело но надо знать что делать первый вопрос надо ли делать то есть надо ли разговаривать надо ли доказывать ты найди по писанию не просто нравственность а нравственность от христа от рождения свыше о крещении духом святым никогда не говорят Бог дает огненное крещение как я хотел чтобы сошел огонь а не просто имение ваше делить мертвая вера и людей нету а есть скотина дохлая скотомогильник пришел к погибшим овцам Израиля я не придумываю это сегодняшнее состояние мы православные славим жизнью своей Христа у батюшки за столом митрополит приехал тут у нас служба идет престольный праздник я им вопрос задаю скажите что самое ценное православие повторяю ни один не может ответить я говорю вы вы поистине рукоположенные имеющие благодать освящающую вы самое ценное что у нас есть так будьте же на высоте чтобы нам не подтыкали вами а с чего начать священник один чтобы я приехал и уроки там провел где-то приезжаю никому не нужен а мне каждый день пишут новые люди благодаря вам мы вот узнали о Боге о православии благодаря вам а я ничего не значу нисколько вот сейчас я только считал только сейчас считал Петр Мещеринов в Москве Игумен Данилова монастыря он председатель молодежи церковной там по российской федерации очень знатные книги его есть о наших отступлениях я сделал рецензию послал не знаю он получил нет лично я не знаком и не беседовал но вот сегодня что он выставил Евгения Тарапко как будто мои все слова даже ну вы слышали я считал вот ответ и это ответ сразу на сотни вопросов а они будут слушать или не будут а ты иди и говори выпроси у Бога это зубы выбивать будут булыжникам а ты говори есть фильм такой Еремия кто не смотрел посмотрите когда там этот Савар или кто он его бьет бьет рукояткой он ползет едва голову разогнул и говорит так говорит Господь то есть так и Егова говорит снова его бьют он падает кое-как голову поднимают опять так говорит Господь на его глазах в камере зарезали невесту так говорит Господь все будет разрушено и уже не шевелится вот это оставил нам пример любимый мой пророк ну и Михей что скажет Бог то из реку и я а не так что а меня с места с теплого сдвинул с унитаза тебя спихнули патриарх Кирилл об этом говорит я его посылаю на север он мне говорит там воздух разреженный дышать нечем я говорю какой тебе воздух ты монах ты уже умер для мира сего это патриарх Кирилл говорит хорошие слова говорит мы можем взять их эпиграфом а ты иди и благовествуй все пока слушаю дальше нет вопросов ни у кого нет вопросов ни у кого продолжаем тогда чтение 29-31 стихи Толкование К вечеру в субботу, как обычно было, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи. Между тем та, которая должна была прослужить при всем, одержима была горячкой. Но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им. Эти слова дают знать, что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употребить здоровье свое на служение святым и на благоугождение Богу. Одержим бывает своего рода горячкой, и человек гневливый, и от гнева становится дерзок на руку. Но если слово удержит его за руку, и он кротко прострет ее, то прежде полимый гневом начнет служить слову. И еще один комментарий небольшой на слова «Служить слову». Комментарий Игнатия Лавкина. Каких только способов борьбы с грехом не придумал человек. Путь же, указанный Господом, слово его. В Ангелии Атеана, 15, 3. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Евреям, 4, 12. «Ебо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, бою до острова». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 2 Тимофею, 3, 16. «Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности». Знание Слова Божия удерживает человека от колебания, совращения, делает его способным исцеляться через Слово. Об этом сказано в Библии не сотни, а тысячи раз. И однако же Библия не пользуется православием никаким авторитетом. И что ждет за это пастырей и народ? Вопросы? Евангелие от Марка, 1 глава, 32-34 стихи. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь народ собрался к дверям, и он исцелял многих, страдавших различными болезнями. изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос». Толкование. «Бесам не позволял говорить для того, чтобы научить нас не верить им. Хотя бы они говорили и правду. Иначе, если они найдут кого-либо вполне доверяющего им, то чего не сделают проклятые, примешивая к правде ложь?» Так и Павел запретил пытливому духу говорить «Сей человеке рабы Бога Всевышнего, святый муж не хотел слышать отзыва и свидетельства из нечистых уст». Вопросы? 35-39 стихи, Евангелие от Марка, 1 глава. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее, и изгонял бесов». Толкование. «После того, как исцелил больных, Господь уходит в уединенное место, научая тем нас, чтобы мы не на показ делали что-либо. Но если сделаем какое добро, спешили бы скрыть его. И молится он также для того, чтобы показать нам, что все, что не делаем доброго, должно приписывать Богу». Слание Якова 1,17. «Сам по себе Христос даже не имел нужды в молитве. Далее, когда народ искал и сильно желал его, не отдается ему, хотя принимает это с благосклонностью, но идет и к другим, нуждающимся в исцелении и доставлении. «Ибо не должно ограничивать дело учения одним местом, но надо бы навсюду рассеивать лучи слова. Но смотри, как он соединяет с учением деяния, проповедует, а потом изгоняет бесов. Так и ты учи и вместе твори дела, дабы слово твое не было тщетно. Иначе, если бы Христос не показал в мести и чудес, то слово его не поверили бы». И комментарий Игнатия Лапкина. Еще один. Наше рассуждение только из области воображения. Мы можем предположить и даже с уверенностью, что языки рука блаженного Феофилакта были движимы Духом Святым, и что эти слова должны непременно исполняться ежедневно, вчера и сегодня и до последнего дня. Но на практике мы видим, что православные пастыри с Библией в руках не идут ни в народ, ни на Амвон, и не толкуют священное писание, потому что не знают его совсем. Из тех, кто слушает их, ни в ангельские, хотя и редкие проповеди, в дальнейшем будут выходить также мертвые пастыри, ибо ученик не выше учителя. Значит, слова, сказанные Феофилактом, исполняем не мы, православные. Тогда кто же? Ведь должны быть непременно выполнены. Отсюда и рождение разных ересей и сект, потому что каждый, чье сердце горит любовью к Господу и к Слову Его, по своему разумению, слабому и греховному, начинает толковать Библию, даже не зная о существовании девятнадцатого правила Шестого Вселенского Собора, запрещающего толковать Библию вопреки Святым Отцам. Солом 118, один из 10. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. В каком бедственном состоянии находится православная церковь среди бушующего моря, когда покашен светильник, Слово Его, животворящее в мертвых. Почему подписи нет? Раньше были. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стыдзе моей. О, если бы слова Феофилакта приняли сегодня как повеление и благословение, не до ограничения дела учения одним местом. Но надо навсюду рассеивать лучи слова. Вопросы. Евангелие от Марка 1, 40-42. Приходит к нему прокаженный и умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись, над ним простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистить. После сего слова проказа тотчас сошла с него и он стал чист. Толкование. Благоразумен был прокаженный и веровал, посему не сказал, если попросишь у Бога, но веруя в него, как в Бога, сказал, если хочешь. Христос, прикасаясь к нему, узнать того, что ничего нет нечистого. Закон запрещал прикасаться к прокаженному как к нечистому, но спаситель, желая показать, что нет ничего в природе нечистого, что требования закона должны упраздниться и что они имеют силу только над людьми, прикасаясь к прокаженному. Тогда, как и Елисей столько боялся закона, что и видеть не хотел Неймана прокаженного и просившего исцеления. Вопросы? Евангелие от Марка 1 глава 43-45 И посмотрев на него строго тотчас опослал его и сказал ему смотри никому ничего не говори но пойди покажи священнику и принеси зачищение твое что поверял Моисей его свидетельство им. А он выйдя начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так что Иисус не мог уже явно войти в город но находился вне в местах пустынных и приходили к нему отовсюду толкование из всего научаемся так же не выставлять себя на показ когда оказываем кому добро ибо вот Иисус сам велит очистившемуся не разглашать о нем хотя он и знал что тот не послушается и разгласит однако научая нас не любить тщеславия велит никому не говорить но с другой стороны всякий облагодетельствованный должен признательным быть и благородным хотя бы благодетель его и не нуждался в том так и прокашенный разглашает о полученном благодеянии несмотря на то что Господь не велел его Христос посылает его к священнику потому что по повелению закона прокаженному не иначе можно было войти в город как по объявлении священческом об очищении его от проказа в противном случае он должен был изгоняться из города в то же время Господь велит ему принести и дар как по обыкновению приносили очистившиеся это в освидетельство того что он не есть противник закона напротив столько дорожит им что заповедуемое в законе и он повелевает исполнять вопросы все время вышло у нас сегодня давайте помолимся достойно есть якова истину блажить дитя богородицу пресновлаженную и пренепорочную и матерь бога наша и честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафин без искления богословавшую сущую богородицу тебя величаем господи благодарим тебя за эту возможность прикасаться к слову твоему разбирать его благодарим тебя за то что сохранились до сих дней это толкование господи за тех людей которые переводили нам слово твою толкование слава тебе на святых твоих господь распусти нас миром хвала тебе чести поклонения отец и святой дух аминь аминь спаси христос аминь спаси христос спаси христос христос яхás христос Продолжение следует...